В правительстве области решили, что необходима более активная работа по правовому просвещению населения. В ближайшее время в регионе активизируют взаимодействие власти с представителями общественности и молодежными организациями. Публичные слушания, совещания, круглые столы и публикации в СМИ помогут сформировать в обществе нетерпимость коррупции. В частности, обсуждение проблемы коснулось мер по противодействию взятничеству и хищениям в сфере образования. За несколько месяцев 2015 года правоохранительные органы выявили 12 подобных преступлений. Специалисты Главного управления образования дополнительно проводят свои проверки. Если говорить об этом периоде, то в сентябре июнь 2015 года проведено 3 проверки образовательных организаций. 51-плановые, 53-плановые проверки. По результатам проведенных проверок коррупционных фактов не выявлено. Кроме того, до сих пор существует проблема, когда родители, школьников и воспитанников детсадов заставляют оказывать якобы добровольные пожертвования на те или иные нужды. Отдельно на заседании встал вопрос контроля за работой по проведению госзакупок. Только за 7 месяцев этого года было возбуждено 7 коррупционных уголовных дел по фактам дачи получения взяток в этой сфере. Они, на мой взгляд, так или иначе связаны или с халатностью, или, скорее всего, с некомпетентностью тех специалистов, которые эти нарушения допускают. Глава региона потребовал активнее работать с общественными организациями по вопросам противодействия коррупции. Главная цель – вернуть доверие населения к власти госструктурам. Валерия Мельникова, Глеб Печорских, Лидия Гайгородцева, информационное агентство Курганру.